Наше право на память. 11 июня 2019 года, 21.41. Михаил Шахназаров. Журналист, публицист, писатель. Россию не пригласили на 75-летие празднования высадки союзнических войск в Нормандии. От нас отвернулся весь мир, кричали глашатые до безобразия несистемной, но чересчур громкой оппозиции. «Нельзя забывать такое неуважение к нам и нашей истории», — резюмировали некоторые из патриотично настроенных граждан. Ну первое, ладно, они не утихают круглогодично. А зачем не забывать и не прощать? В Европе уже давно живут по своей истории, в которой существуют исключительно ее собственные подвиги. Или подвиги ее верного и большого друга в лице Штатов. Особенно запоминающимся оказался подвиг Германии тех лет, напрочь заполированный выборочным склерозом. Иначе я никак не могу объяснить приглашение на праздничные мероприятия канцлера ФРГ Ангела Меркель. А ведь могла бы ради приличия отказаться, дабы не множить этот театр абсурда, на сцене которого присутствовал потомок проигравших, но отсутствовали те, чьи предки спасли мир. Также по теме. Политическое значение оказалось больше военного, как открывался второй фронт в Нормандии в 1944 году. 75 лет назад началась высадка войск западных союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии. Им удалось застать немцев врасплох. Наверняка была на празднике французский историк госпожа Сесиль Весье, отличившийся в интервью изданию. Сад-Уэст. Госпожа Весье является специалистом по истории России и хорошо известна своими неоднократными выпадами в адрес нашей страны. Так вот, по утверждениям мадам Весье, именно высадка союзнических войск в Нормандии стала ключевым, переломным моментом в истории Второй мировой войны. Вот это тот самый момент, когда современное желаемое выдается за историческое действительное. Командование Вермахта и предположить не могло, что Блицкрик обернется фиаско и боевые действия перейдут на территорию Европы. Операция по вторжению готовилась тщательно, в обстановке запредельной секретности. И это несмотря на то, что задействованы в ней были доселе невиданные по мощи силы. И если раньше эти цифры произносились, чтобы показать, насколько масштабно было превосходство сил противника над нашими войсками, то сейчас приходится выводить их, чтобы доказать неправдоподобность заявлений современных европейских историков. Итак, обратимся к цифрам. На момент начала боевых действий немцы выставили против наших войск 127 дивизий. Это 74% от общего числа дивизий всего Вермахта. И это были отборные части, способные и готовые решать сверхзадачи, что они доказывали, пока не потерпели первое поражение в битве под Москвой. Плюс в союзниках у Германии были венгры, итальянцы, словаки, румыны и финны. Превосходство в живой силе составляло порядка одного миллиона человек. Эти знания мы получали из-за школьных учебников, и сейчас их найти проще простого. Было бы желание. Но у западных летописцев желание несколько иного характера – не переписать, а просто-таки изуродовать историю самой правопролитной войны в мире. И они на полном серьезе говорят о главенствующей роли американской армии в победе над фашистской Германией и о вышеупомянутой высадке союзников в Нормандии. Да, безусловно, операция «Оверлорд» принесла огромную пользу. Но давайте будем объективны. Высадка десанта происходила в тот период, когда войска немцев были уже изрядно потрепаны. Нет, это нисколько не умаляет подвига союзнических войск. Но здесь я не могу не привести слова академика Ран Георгия Куманева. Из 1418 дней ночей существования Советско-Германского фронта активные действия продолжались здесь 1320 суток, тогда как на западноевропейском – 293. Протяженность Советско-Германского фронта составляла от 3000 до 6200 километров, тогда как протяженность западного – 800 километров. И 73% потерь в живой силе немецкая армия понесла именно на Восточном фронте. Такая вот тяжелая, но правдивая арифметика войны. Но знаете, что самое интересное? На Западе всерьез применяют к войне сослагательное наклонение, а вот если бы высадки не произошло, то тогда? Что тогда? Тогда бы вы напрочь забыли о том, что мы в этой войне вообще участвовали. Или еще один упрек, а вот если бы не было лент Лиза? И почему вы о нем не помните? Да все мы прекрасно помним. И в отличие от вас не стремимся отнять у кого-то право на память. Потому как это сделать невозможно. Потому как дети, воспитанные на ложной истории, рано или поздно поймут, как их обманывали. Безусловно, не все. На многие. И тогда господам, праздновавшим 75-летие высадки союзников в Нормандии, может стать стыдно. Хотя. Нет, это вряд ли. А нам нужно привыкнуть к тому, что отныне в мире две истории Второй мировой войны. Одна правдивая и вечная, а вторую постоянно переписывают. Но у этой истории еще будет шанс вернуться к оригиналу. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.